всем добрый день слышно хорошо прошу прощения что я не явился лично но морально с вами значит сегодня все рассказывают про эти далекие современные вещи как облака а я живу в другой компании в которой много legacy систем мало облаков поэтому мы живем с наземным пиаем и вот о том как мы живем хочу рассказать немножечко в части gdbc адаптера и каких-то нюансов работы с ним это просто будет некая памятка которая может может быть кому-то пригодится если у вас тоже будет также много работы с базами данных как у нас значит компания про которые откуда взялись эти лайфхаки называется комбуз наша основная erp система это не сап у нее нет никаких способов интеграции практически поэтому основной метод общения с ней это интеграция через bd и также есть еще три legacy той же системы которая также интегрируется только через bd это оракова mysql известны всем и менее известное решение от ibm а такая subd informics но просто множество баз данных около 200 gdbc каналов которые смотрят сотни таблиц десятки миллионов строк с которыми надо работать обновлять составлять удалять чистить и так далее и вот такая вот монструозная gdbc интеграция в ходе работы было много разных микро задачек про которые я хотел рассказать как мы их решали например стандартный gdbc ресивер адаптер он предполагает одноступенчатую запись то есть мы просто выполняем какую-то запись insert update дэвид что-то в bd мы не можем оттуда что-то записать прочитать и в зависимости от того что мы прочитали записать следующее а этот шаг часто нужен если мы записываем какие-то сложные документы у которых есть например заголовок и строчки и соответственно в целевой таблице мы имеем ситуацию что у нас есть какой-то там местный header id который автоинкремент генерится самой bd и мы в табличку строк должны вставить строчки с учетом того как вставили только что заголовок стандартный gdbc ресивер не умеет вставить потом сделать select узнать что именно мы вставили и потом записывать новое поэтому есть такой механизм который в большинстве с у бд в наличии как глобальные переменные которые они могут по-разному называться обычно они живут либо внутри транзакции либо внутри сессии подключения в зависимости от разной реализации драйвера и бд и идея такая то есть мы делаем хранимую процедуру которая вставляет в конкретную таблицу заголовка в что-то и сохраняет глобальную переменную последнюю заставленную запись после этого с каким-то конкретным там именем а запись в таблицу при записи в таблице строк в поле header id мы ведем запись не через какой-то там select а вызывая еще одну хранимку которая просто возвращает нам значение вот этой переменной которую мы записали в первых хранимки и с точки зрения gdbc ресивера у нас будет просто вызов первых ранимой процедуры и запись в таблицу строк где в качестве значения мы вызываем вот эту вторую хранимку которая сама в кэше держит только что вставленную строчку тогда есть некоторые нюансы на тему того что ну мы должны в определенном порядке вставлять всегда заголовок за ним строчки заголовок за ним строчки и последовательно каждый документ вставлять но зато такой подход позволяет не использовать там каких-то дополнительных рукавов каких-то дополнительных шагов java proxie еще что-то используется обычный стандарт и с убд сама помнит там последние ну вот там внизу всякие подсказки на тему того что должна быть галочка там disconnect auto each message для того чтобы сбрасывать эту сессию и так далее ну первый кейс второй кейс который в пи существует в случае некоторых сетевых проблем надо такое может происходить что gdbc ресивер виснет то есть он не падает в ошибку просто соединение держится и с точки зрения пи как будто мы продолжаем работать с бд на самом деле бд нас давно не ждет среди не не закрыта и все это висит бесконечно долго в системе до тех пор пока это не будет отслеживаться администратором и он не нажмет старт стоп у канала либо рестарт система соответственно в чем проблема в том что у нас ограниченное количество потоков gdbc в два настроена если одна из систем например отъест половину вот в такие висячие то все остальные системы начнут влагать потому что очереди есть пять вариантов как gdbc сделать разные тайм-аута верхние два это вот и сколько бери тайм-аут и соки тайм-аут настраиваются gdbc ресивер по моему мнению надо стоять во всех gdbc ресивер каналах у них есть некое разное поведение как на слайде сказано один отвечает за каждое statement внутри другой в зависимости от gdbc драйвера для каких-то баста он тоже на каждый statement а где-то это общее на все statement внутри данного соединения реагирует но и три других которые лично мы не используем они там в другой в другой части включаются выключается и в зависимости от тоже от разных gdbc драйверов где-то поддерживаются где-то не поддерживаются не забывайте оставить тайм-аут обязательно это без этого система может рухнуть в неожиданные моменты дальше такой немного сбоку от пи вопрос но как интегратор тоже должен решить если мы хотим интегрироваться с какой-то системы как в нашем случае это вот большая erp система в которой огромная интенсивность обмена мы сталкиваемся постоянно с блокировками в таблицах при этом эти таблицы они используются пользователям там тысячи пользователей в своих экранах что-то нажимают и их действия не должны ломать интеграции наоборот наша интеграция не должна вызывать влади у них как вот при больших там миллионных записей и вот большом количестве таблиц как это можно организовать здесь приведена такая продолжение по схеме буферных таблиц которые используются у нас то есть есть какие-то бизнес таблицы в которых работают пользователи пользовательский интерфейс пишут в них на них напишу навешано триггеры которые пишут только в режиме insert ничего не читают максимально легковесные в таблицу регистрации изменений в сапе соответственно обычно change pointer и для и доков так реализованы вот с такой же логикой реализованные в нашей там не саповской системе мы регистрируем факт того что object идей такой-то то есть какой-то объект изменился но и поддерживаем статусную схему на уровне только что вставленная строчка дальше есть второй фоновый процесс который уже работает исключительно с таблицами регистрации изменений не работать с бизнес таблицами то есть не вызывает лагов у пользователей он переносит во вторую таблицу называемую регистрация событий вот соответственно прошу прощения во второй таблице зачем она нужна мы убираем дубли изменений из первой таблицы которые неизбежно вызываются в крупных объектах то есть например у нас есть какой-то там заказ от пользователя или еще что-то большинстве случаев это множество таблиц и для того чтобы оследить изменения во всех на каждую из бизнес таблиц вешается триггер и каждый триггер сработает если изменение было большое и таким образом в таблицу регистрации изменений мы получим много записей о том что там заказ номер такой изменился в этой части в этой части в этой части и для того чтобы в целевую систему отправлять не три раз одно и то же всего один раз мы соответственно делаем вторую такую таблицу в которой при переносе убираем дубли но иногда у нас там может быть какая-то дополнительная логика взаимозависимости например или еще какие-то включение выключение интеграции удобный способ переезда на ней тоже соответственно статусная схема какая-то который отслеживает тот факт что там это новая запись или уже отправленная так как в пи gdbc центр а работает с определенной интенсивностью прошу прощения прошу прощения вот соответственно на так как gdbc центр имеет некоторые ограничения по мощности из-за того что он работает допустим раз в минуту а чем чаще он работает тем соответственно больше нагрузка на bd потому что чаще надо отрабатывать разным селектом в блоком который бегаются проверяют то для того чтобы обеспечить большой объем передачи строчки надо пакетировать в какие-то блоки поэтому после таблицы регистрации события возникает еще одна таблица называемая пакетами где формируется некий айдишник этого сообщения но и там даты какие-то аналитики работы вот этой системы пакетирования соответственно gdbc сендер он заходит в таблицу пакетов ну или заходит обычно в хранимые процедуры например формирует пакет записывать себе что он там взял первый например 100 строк из таблицы регистрации изменений проставляет что они попали в такой-то пакет проставляет статус что он их забрал и после этого для каждого дичка уже собирается сами бизнес данные которые отправляются то есть все эти таблицы они отслеживают только разные идеи сбор данных в режиме на чтение происходит ну в момент уже отправки вот такая статусная схема она позволяет во первых ну большой объем документов отправлять вызывать меньше лагов у пользователей и также отслеживать все это потом с точки зрения систем очередей что уходило когда уходило начало конец статусы и так далее но обратный поток он попроще тоже некая таблица пакетов как правило и просто какие-то таблицы заголовков и строк для каждого документа и 5 просто пишет в таблицу пакетов как входящая очередь отслеживается и мы в какие-то буферные таблицы сохраняем сами документы и потом фоновым процессом перекладываем из буферных таблиц в бизнес таблицы с учетом там каких-то проверок уже обработок справочников там и так далее на все это обязательно необходимо навесить какой-то внешний мониторинг либо там стороне система либо возможности самой системы куда мы пишем либо хоть пиаем где-то мы тоже такой используем то есть контроль статусов разных таблиц но и естественно это надо все периодически чистить то есть потому что миллионы срок копятся все это начинает медленнее работать занимать много места и так далее вот подход по организации очередей следующий вопрос который можно посмотреть вот при работе с gdbc эта ситуация когда у нас 5 достаточно большой объем данных приходит это например множество там десятки сотни xml все они весят 10 20 мегабайт то есть достаточно большие их надо как-то преобразовать разложить и сделать там какие-то апдейты в таблицах то есть достаточно большой объем интеграции и если это повесить в такой какой-то gdbc ресивер то он может отваливаться по тайм-ауту который мы заложили он может там не оптимально это делать зависимости от того ну как это это все можно оптимизировать и вот путь к оптимизации который мы используем и предлагаем но может быть это не best practice да это некое наше решение это использует java значит в нва есть раздел data source который ну точнее ресурсы да который позволяет создавать data source так называемое это подключение к базе данных вместо канала то есть прямое подключение там указывается gdbc драйвер хост портал один пароль там прочие параметры и в java коде там справа вот примеры можно его вызывать и соответственно будет соединение мимо каналов эти она не мониторится с точки зрения вот там каналов каких-то алертов но мониторится внутрь само сообщение упала не упала и использовать его можно либо в java mapping либо в java proxy для того чтобы оптимизировать скорость записи то есть там достаточно стандартные подходы не надо использовать апдейт как более длительный элемент использовать дэлит инсерты группировать дэлиты в большие блоки а потом группировать инсерты в большие блоки там по тысячи это всем по 10 тысяч строк за один insert в конкретную таблицу и запускать эти дэлит инсерты блоками вот там справа тоже пример java кода такого соответственно это позволяет кратно ускорять шаги то есть наши эксперименты с некоторыми интеграциями например справочником игрю где фнс предоставляет большие архивы в которых много-много xml с русскоязычным тегами которые надо там положить в бд их надо распарсить и положить соответственно там начальная загрузка просто там каким-то gdbc ресивером который пишет как-то случайным образом дэлит инсерты у нас работал например месяц ну то есть год грузился месяц с оптимизациями в виде java которые вот тут описаны это там работает сутки например ну то есть один и тот же код парсинга просто по-другому группируя по другому сравнивая все это гораздо быстрее и эффективнее работает следующий такой вопрос не знаю насколько популярном сообществе да есть вот эта технология java proxy в sapi которая до позволяет на стороне 5 делать аналог оба прокси да то есть кусочек кода только на джаве который может что угодно делать в нашем случае например вот вызывая дергает дата сорс описаны ранее да и пишет в какую-то внешнюю систему но либо любая вообще сложная логика просто произвольный java код который будет выполняться вместо адаптера то есть вместо адаптера мы вызвали на java код и он там что-то делать внутри себя текущая реализация а sing sing мостов в пи а с учетом там предыдущих докладов наверно другой реализации уже не будет не поддерживает java proxy то есть если у нас существует такая задача например как gdbc интеграция между двумя системами система системой b в которой интеграция должна быть синхронной в том смысле что мы должны из первой системы забрать данные записать во вторую систему и в зависимости от результатов того того как мы записали отставить ответ в первой системе при этом в качестве валидного ответа может быть например и сколь ошибка что не удалось записать вообще сколь скрипт упал соответственно и этот ответ текст ошибки надо записать в исходную систему все это должно работать под gdbc то в этой ситуации мы с левой стороны ставим система gdbc адаптер а справа джава прокси для того чтобы перехватить вот эту сколь на ошибку обернуть ее в виде тегов классифицировать например по типам ошибок и потом отправить в исходную систему так как gdbc sender в режим в синхронном режиме не работает то есть он не может произвольный xml ответа которая прислала систему получателя он не может записать он игнорирует текст ответа и gdbc sender в режиме best of effort всегда просто записывает тот ту константу который у нас в центр канале указано в поле update is called statement поэтому такой вариант не подходит мы попробовали использовать например асинг-синг мосты но оказалось что они противоречат и как на сэндере как и на ресиверы мосты не срабатывают случаются разные ошибки в основном 5 просто не может найти либо прокси либо и к то есть ответ из прокси теряется поэтому решение простое использовать петлю то есть система а шлет спи а дальше у нас синхронный вызов и спи а я в целевую систему то есть мы заменяем синхронный gdbc и синхронный gpr на синхронный swap синхронный gpr где как бы слава слава выступает пиай но и тут достаточно такая простая схема до 3 и ко соответственно две для моста и одна для петли таким образом можно реализовать такую интеграцию ну там относительно стандартными методами сапа следующий вопрос который тоже возникает случае если генерации xml сообщение у нас ведется средствами с убд во многих бд есть специальные функции в хранимых процедурах которые позволяют возвращать не столбцы а в виде текста прям готовую xml q то gtbc центр при получении такой xml он ее всегда конвертирует в строку заменяя соответственно сущности html тегов на ну вот на html экранирования из-за этого мы получаем просто строку и валидацию например использовать нельзя в маппинг у нас попадает это тоже как строка а не как теги которые можно там графически маппингом например разруливать но решение достаточно простое это маленький самописный модуль в gdpc канал вот там с апачевской библиотечкой который просто на лету это разбирает обратно тогда можно использовать соответственно достаточно полезную удобную вещь как генерация на стране с убд это тогда вопрос с точки зрения пиа и выглядит максимально обычно и прозрачно как будто мы работаем с лапом то есть просто пришла xml мы разбираем и все вопросы экранирования генерации xml они все уходят в хранимую процедуру отправки часто это гораздо удобнее чем java кодить в 5 и там какие-то вопросы дополнительные ну и просто последние такие микро наставления это то что настоятельно рекомендуется использовать множество разных пользователей на стороне внешних систем особенно если идет работа не через буферные таблицы как я описывала напрямую с бизнес таблицами потому что при интенсивной работе возникает много вопросов нагрузки вопросы разных зависших каких-то сессий проблем систем какой-то там инстанция где-то рухнула что-то умерло то много вопросов будет на интеграцию соответственно чем больше пользователей тем проще объяснять откуда какая активность взялась и более точечно убивать конкретные сессии в базах данных ну и как бы поддерживать соответственно системы ну и такие нюансы о том что например gtbc sender когда если он вызывает именно хранимые процедуры и 5 происходит ошибка то в зависимости от того как настроен налогирование может происходить откат транзакции например если у нас отключено сохранение там первых этапов сообщения и произошла ошибка на валидации или на определение получателя например а мы храним там версию только после маппинга то так как в 5 сообщение остается топе ай поддерживая соединение gtbc центром откатывает всю транзакцию там но в принципе это ожидаемое поведение в оба прокси он ведет себя таким же образом если упал в 5 и хранения нет да то в секса и мониторе будет видно там отправить или что упало здесь такая же логика мы откатываем транзакцию но такая логика например не работает с асинксинг мостами в случае если падает 2 к где у первые к был gtbc ресивер то отката транзакция не происходит например это надо там помните знать что в случае каких-то период правок мы будем постоянно в одну и ту же бд засовывать одни и те же данные она должна это учитывать вот либо иначе настраивать хранение fp и там и так далее вот но и там последний какие-то нюансы о том что зависимость от того какие хранимые процедуры мы вызываем 5 есть два соответственно режим их вызова с разными константами из qldml и сколько и и если хранимая процедура ничего не возвращает то надо использовать только из qldml а если она возвращает в ответ например таблицу какую-то как результат своей работает то только режимы сколько а противный но наоборот ничего не работает это просто некоторые особенности настройки которые есть я и надо там учитывать собственно все это вот какие-то накопленные хитрости с которыми мы живем надеюсь было интересно спасибо интересно сейчас тогда вопросы позадаем я сперва два вопроса от себя задам а потом из чата и зала можно иван отмотать назад там где про вся была показана да вот нет там вот вот этот вот этот слайд вот здесь вы батчей когда добавляете вы параметры используете или прям текст всего из ql формируете сами потому что я подумал про это если мы параметры используем то они буферизируются то есть SQL statement 1 а параметров него много это вроде для буфера база данных полезно как вы здесь делаете интересно но конкретно вот в данном решении откуда там кусок выдран кода мы прям формируем весь SQL потому что там парсер такой который это как раз вот решение с игрюлом где русские теги xml-ные есть java код который просто транслирует бежит по структуре xml-ных тегов и транслирует это все просто строку и ничего не буферизируем до этого не доходили наверное тоже можно как точку оптимизации отсудить но там как бы сотни таблиц надо тогда очень много разных выражений делать и в них во все разные писать наверно а в принципе это же можно заменить было именно в этом месте прокси можно заменить gdbc ресивером который SQL выдает там же есть native mode и он бы выдавал тоже вот этот старт транзакшен у вас это пробовалось или нет так тоже можно просто вопрос в том что ну конкретно там в нашем кейсе все равно от java мы никуда не уходили потому что нам надо было парсить вот эти вот огромные xml и преобразовывать их вот поэтому в итоге все равно java код у нас был и в итоге мы генерили сразу SQL а дальше был вариант куда это засунуть наверно можно было бы использовать gdbc ресивер как native режим нет вот в таком режиме вообще не пробовали наверное тоже можно но дело в том что чем еще java удобнее тем что мы многократно ну наверное вы найти в режиме можно было сплитить то есть разбивать xml на блоке сплитить сообщение каждое там вызывается отдельно в нашем случае мы использовали вот именно java потому что мы не нас не один комит на ну на один вызов а много комитов по дороге которые еще впишут в аудит лог пишут о том сколько мы уже прошли этапов сколько нам осталось этапов оценки по времени ну то есть некоторые так как это все равно долгий процесс работающий например часами то достаточно удобно то есть повисшее сообщение которое о себе рассказывает и она в один поток или в нужное количество потоков пишет в целевую базу данных а если мы будем переходить просто в gdbc ресивер то он ничего не будет писать он просто будет выполнять а если надо в несколько потоков надо сплитить ну то есть наверное можно пытаться обойтись но в итоге мы не смогли уйти от java и тогда уж стали делать таким образом а число трэдов для java proxy ресивер вы увеличивали или нет потому что да и их так много там начинается bpm например от этого очень страдает увеличивали или нет увеличивали да а до скольки в итоге дошло примерно ну там у нас несколько пиальных систем поэтому в разных системах по-разному по несколько но не очень много то есть там допустим там по 10 где-то там по несколько инстанций допустим по 10 потоков то есть что-то такое но у нас мало bpm-ов поэтому java proxy как ни странно у нас больше чем bpm-ов и тогда следующий слайд можно вот здесь вот вы не думали тогда про такое решение что сделать job job и запускать синхронный запрос который он куда в систему беда должен пойти система отправила что-то в систему б и в результат должна обратно ну результат обработки этого пакета надо обратно засунуть систему а то есть просто две системы обменивать друг с другом максимально оперативно а понятно а вы из системы а получается поллингами до gdbc центр то есть тут я бы ну вот такой вариант например как тебе а если мы сделаем job в job и будем синхронные система считывать потом синхронно в систему б и кошкой это первое считывание тоже и кошкой второе тоже и кошкой ну и третьей кошкой то есть это будет как бпм только сделанный в джабе и тоже написаны на яви которые просто архиструют вызовы и кошек такой вариант в этом не осматривался но не особо рассматривали ну да я понял но тут идея такая что петля может быть не очень красиво но зато максимально просто стандартно то есть все умеют делать и петлю и мосты как бы поэтому для решения этой задачи ничего там ничего не накодено ничего лишнего вот так вот вот такая идея так еще вопросы задаем может быть в чате там есть вопросы иван посмотри там в зуме в чате есть что-то или нет да есть сообщение что откат транзакции при отключенном стейджинге на первых шагах это удобно но как в таком случае узнать что что-то пошло не так ошибка на центр канале перезатрется очень быстро ну соответственно узнать это можно поляр там то есть если cbma настроить алертинг то придет письмо о том что тогда то такой-то канал был вызван случилась такая-то ошибка и так далее и здесь уже все зависит от того что именно вызывалось в этом же бисе центре какой результат там и так далее то есть в зависимости от реализации отправки может быть разное поведение например gdbc центр может все время брать один и тот же последний пакет и пытаться его отправить тогда это ну вот такой логикой например будет постоянно одна и та же ошибка сыпаться и мы будем это видеть очередь встала например письма идут мы все понимаем заходим разбираемся может быть другая логика что например каждый пакет один раз сформировался и либо ушел либо не ушел и по наличию отсутствия например финального статуса отправки пакетов то есть при отправке можно же по-разному делать например коммиты то есть можно gdbc центра сделать два коммита откатиться второй а первый пройдет и в зависимости от этого останется в логах ну таблицы какая-то информация о том что был вызов что-то не срослось ну вот и так далее и отслеживать то есть я и в любом случае отследит ошибку и пришлет письмо отследит это база данных или нет зависит от того как реализована сама база данных понятно а предыдущие сообщение в чате она не по этой теме до было а предыдущие о том что темно повыше там а темно понятно а еще вот такой вопрос современный орокол он же может быть хттп клиентам там из коробки вы не пробовали из орокола по хттп сэндер делать вместо gdbc сэндер или я постеснялся писать вот здесь слово легося но современный орокол в этом ключевое слово старые системы которые мы сейчас у себя имеем они в большинстве своем умеет достаточно старая версия это какие-то ну нагруженные системы с кучей вопросов вокруг поэтому идея там прикручивать новую функциональность которой никто никогда там не занимался но очень трудно есть просто историзм того что вот всегда решали так давайте продолжать и вот это вопрос оптимизации исходных данных когда у тебя есть gdbc база данных gdbc коннекторы и вот вопросы как передать миллионы строк туда-сюда а в целом да понятно что можно выстраивать какие-то а что дп клиенты ну и сервера ставить и уже нормально общаться ну там очереди вроде какие то есть даже говорят а еще такой вопрос вот эти вот все интеграции с базами данных они все на central adapter engine живут или у вас выносные адаптеры нет у нас так адаптеров нет все но несколько интеграционных шин разных версий и вот все работает через advanced adapter engine просто центральная и все еще вопрос какие то есть кого-нибудь иван спасибо большое мне было очень интересно думаю нашим участникам тоже спасибо да спасибо большое спасибо